Польская Объединенная Рабочая Партия Польская Объединенная Рабочая Партия Польская Объединенная Рабочая Партия Польская Объединенная Рабочая Партия Также была основана независимая оппозиционная пресса, газета «Выборча» и «Тыгодник Солидарность». Выборы состоялись в июне 1989 года. Оппозиционные кандидаты одержали уверенную победу. Формально большинство в Сейме по-прежнему было у Рабочей Партии. Однако, несмотря на это, пришло время перемен и реформ. Первым некоммунистическим премьер-министром стал Тадеуш Мазовецкий, оппозиционер и деятель «Солидарности». В Польше начались трансформации в экономике. На протяжении двух лет экономика Польши была практически полностью переориентирована социалистической на капиталистическую модель. Это стало возможным благодаря реформам. Первый из них был так называемый закон «Вильчка», автором которой был министр промышленности. Этот закон позволял каждому гражданину вести собственную рыночную деятельность на равных правах со всеми. Закон насчитывал пять страниц и до сегодняшнего дня считается образцом экономической свободы. Второй важной реформой был так называемый план Бальцировича, автором которой был вице-премьер и министр финансов. Он был основан на десяти законах, которые полностью изменяли структуру экономики Польши на капиталистическую. План был введен в силу в 1990 году, а реформа прошла за 111 дней. В обществе план Бальцировича называли шоковой терапией. Последним этапом трансформации устройства страны были свободные выборы президента Республики Польши в ноябре 1990 года, которые выиграл Лех Хваленса, а также полностью свободные парламентские выборы, которые прошли год спустя. Польша начала учиться демократии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова